Добрый вечер дорогие друзья, это передача, которую вы долго ждали, да, это человек, с которого возникало очень много вопросов по этому поводу, поэтому нас в гостях сегодня мы пригласили специально по вашим просьбам, чтобы вы увидели и услышали ответы этого человека, это Владимир Павлович Гусев, на сегодняшний день технический аналитик, промсвязь банк. Да, именно так. Да, Владимир Павлович, здравствуйте. Добрый день. Как мы уже с вами выяснили, мы давно друг друга знаем, очень много лет, 7 лет почти. Я рад этому, только не встречались раньше. Ничего страшного, лучше позже, чем никогда. Вопрос первый, это почему у вас такой ник был? У меня была компания в свое время, когда занимался золотом, серебром, драгметаллами. В таком формате скупка? Нет, это переработка лома драгоценных металлов, в основном электронный лом, микросхемы, разъемы, провод посеребренный. У меня была компания, так и называлась, Сильвер 916. А поэтому вы так и назвали? Да, это ювелирное изделие, проба 916. Образование ваше? Я у него этого окончил. Много лет назад? Много лет назад, при борт строения, в кафедре электронных вычислительных машин, поэтому я занимался по специальности, настраивал крупные вычислительные комплексы. И как давно вы пришли на рынок? Первая у меня сделка на фьючерский контракт на поставку нефтепродуктов. Август 1992 года. То есть 21 год? Да, реально 21 год. А биржевая сделка по закрытию этого контракта была в январе. Это первая биржевая сделка, которую я делал на бирже. Ну, дорогие друзья, 21 год, я уверен, что за 21 год можно очень многому научиться. И сколько лет вы поторговали перед тем, как вы пошли и стали аналитиком? Ой, там вопрос, значит, было время. Сперва у нас были ваучеры, покупались ваучеры, продавались на ЭТСБ. Там относительно простая была ситуация. Вход был платный, и чтобы продать человеку 1-2 ваучера, дороже входной билет стоил. Поэтому они продавали, скажем, на улице. Можно было, давалось объявление. Можно было скупать, да? По кабельному телевидению скупалось, набиралось там полсотни штук. Потом приходилось на ЭТСБ и продавалось. Ну, вот, комиссионный доход. Это тогда на Мясницкой? Да, в здании почтампа. Да, я видел там. Господин Боровой и Хакамада им отписали здание почтампа. Вот они там организовали ЭТСБ. Вообще здорово. Я даже не знал об этом. И так вот сколько лет продлилось? Ну, это была ваучерная эпопея. Она длилась, значит, с 93-го года, когда ввели ваучеры. И посередине, полтора года ваучеры были. Причем, на самом деле, значит, на моем сайте я написал эти все. Было и воспоминание о былом. Там, значит, такая ситуация была. Была надежда на то, что идея такая. Скажем, покупаете ваучеры, они к концу срока, будет большой спрос, они подорожают. Ну, а делалось по-русски очень просто. Когда ваучеры поступали на какое-нибудь там предприятие, выкупалось, они должны были уничтожаться. Ну, это не делалось просто-напросто. По второму разу? По второму, по третьему. Реально, если учесть, оборот ваучеров превышал количество выданных в несколько раз. Это когда-то как были купоны, так называемые, в Украине. То есть к зарплату давали купоны специальные. И чтобы отовариться, нужно было иметь количество определенных купонов. То есть, например, если ты хотел зайти в магазин, это 80-е годы, и люди уезжали в Турцию или в Польшу. И везли какие-то продукты, товары. То есть там телефоны, телевизор и все остальное. Надо было на это купоны. То есть тоже количество этих купонов, их должны были там, получили сжигать. И самославами вывозились, и потом привозились обратно. Поэтому вот эта идея, она не срабатывала просто-напросто. Хотя, на самом деле, колебания были значительные. Но там инфляция началась. Если вначале он, грубо говоря, там, скажем, стоил в долларах 10 долларов. Из-за инфляции, значит, он превращался уже потом в 3 доллара. А в рублях он стоил там, скажем, как в начале, там, 6 тысяч, потом 9 тысяч. Но из-за инфляции он терял свою номинальную стоимость. Выгоднее всего оказались доллары просто-напросто. Поэтому мудрить ничего не надо было. Потом была эпоха предъявительских ценных бумаг, одновременно с этим. Различные были компании. Типа там Дока Хлеб, Гермес, Олби Дипломат. Ну, там много чего было. Да, ну, там поварились немного. Были, я работал и, значит, на ТМБ Гермеса, Тюменско-Московской биржи Гермес. Ну, это вот первый фьючерсный контракт. Это Тюменско-Московской биржи был. Потом, в основном, они торговали акциями Гермеса. Там было такое, то же самое. Потом, в 94-м году, после краха МММ, все эти предъявительские бумаги просто померли. Но Гермес, он формально до сих пор существует. Вот одна из немногих компаний. Есть московская недвижимость, по которой там какие-то смешные дивиденды даже платят. Ну, ряд компаний, в принципе, вот из той... Остались живые. Да, из эпохи предъявительских бумаг, они остались. А в 95-м году пришла эпоха ГКО. Это связано было с реформой... Не реформой, а кабинет Черномерга. Они зафиксировали курс доллара на уровне там 5 долларов. Все. Перед этим мы там торговали... Был у нас небольшая ПИД. Яма такая. Там торговали на курс доллара. Вот, я помню... Да, все я помню тоже, это 90-е годы, 5-й, 6-й, 7-й. Все с голоса было. Все с голоса. В Пите точно так же. Как в Америке. Да, как в Америке. Только была МФЦБ, была на ВДНХ, БИЛСЖ. БИЛСЖ много было, где торговали все. Кому не лень. Все кому не лень, да. Ники были всякие такие, короткие. Кок из трех букв, из четырех букв, чтобы кричать с голоса и так далее. А у вас какой там ник был? А у нас там была очень маленькая такая тусня. И все друг друга знали. Да, примерно так. Ну, покупатель, продавец и все там записал. Я помню, выстроил там опционную стратегию какую-то, позволяющую там минимизировать все процессы. А потом, хоп, что на мой взгляд зафиксировал доллар. Я получил гарантию на обеспечение. Назад все свое, что внес. И все. Но тут же сразу стало понятно, что это ГКО первое. Потому что доходность ГКО была порядка ста процентов годовых. При зафиксированном курсе доллара это сто процентов годовых в валюте. Все. Не надо ничего париться. Это государственные бумаги. И тут, значит, деньги в основном это были родственников. Потому что все люди, все годы стремились сохранить деньги. Инфляция жуткая. Да, тогда было не модно приумножать, надо было сохранить. Да, поэтому, значит, вот у меня у родственников было ГКО. Это 95-й, 96-й. 95-й самое интересное было. В начале доходность сто процентов была. У меня было порядка в управлении 100 тысяч долларов. Это 95-й год. Это в основном родственников, деньги знакомых. А там работать много не надо было. Покупаешь. Они были трехмесячные. У меня договор был с банком, в котором я обслужил номер один. Был известный 812-й счет, на который зачислялись деньги. Никуда их перечислять нельзя было. Ты перечислял на 812-й счет, банк возвращал их на твой же 812-й счет. То есть, там нерезиденты были специальные счета типа Ц. Поэтому там все очень просто было. Трехмесячные покупаешь, до конца держишь. Можно было участвовать в аукционе. Там можно было пару процентных пунктов, если угадал, с отсечкой. Можно было поймать лишних пару процентов по доходности. Но основной был, самый напряженный момент был ГКО, и это февраль 96-го года. Выборы. В принципе, суть состояла в том, что перед выборами надо было бы быть в коротких бумагах. Потому что доходность за неопределенность должна была расти. Но вот этот момент наступил раньше, чем, например, я ожидал. Я ожидал, что он будет в марте-апреле, а я оказался в длинных. У них доходность выше была. Выгоднее было? Ну, жадность. Обычная жадность, как в любом деле. Человеческая, конечно. И поэтому я, когда в феврале доходность ГКО начала резко расти, просто-напросто я упустил достаточно много. И перед вторым турным выбором приходилось побираться по друзьям знакомым, занимать деньги, потому что... Перезанимать? Нет, нет, занимать. Дело в том, что из ГКО, которым там деньги были, они вернутся, там вопросов никаких не было. Но доходность была, например, длинных ОФЗ была 50%. Через три недели после второго тура стоимость стала 95%. То есть 90% годовых за три недели. Перекладывался? Да. Но нужны были именно вложиться... Новые деньги. Новые деньги, чтобы вложиться прямо перед вторым туром. Это был риск. Люди упаковывали чемоданы, кто богатый был. Это все было... Но весь риск состоял в том, что если вы покупали, через три недели вы удваивали практически капитал. Поэтому приходилось бегать по ребятам, собирать, что... Никто в это время... Никто не давал ничего в это время перед вторым туром выборов. Это такая была... Игра. 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 Вот. А потом доходность ГКО плавненько стала опускаться. В 97-м году она опустилась до 18%. Ставка ЦБ тоже опускалась. Но к тому времени я уже работал в небольшом банке САЛИС. Просто-напросто. Я работал там тоже сам. Тоже технический аналитик? Нет, нет, нет. Я ГКО. ГКО было выгодно банкам держать по еще одной причине. Доход по ГКО государственным каткосточным бумагам не облагался налогом. При этом еще вторая особенность. Если в структуре доходов банка доход превышал 50%, то весь доход банка не облагался налогом. Налогом. Вообще здорово. Да. Дорогие друзья, как вы видите, у нас очень интересный гость. Я уверен, что очень много сомнений. Особенно людей, которые там не знают, кто это такой. Я думаю, что перед нами очень интересный, очень умный человек. Более 20 лет в бизнесе. Владимир Павлович Гусев. Я технический аналитик компании «Промосвязь банка». У нас перерыв на новости. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. У нас интереснейший гость. Владимир Павлович Гусев, технический аналитик компании «Промосвязь банк». Человек с ником «Сильвер 916». Еще раз, Владимир Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. А закончили мы на 97-м году в банке… Салис. Салис. Большой банк Салис. У нас много было в свое… В те годы любая крупная компания, которая что-либо продавала оптом или имела достаточно серьезные обороты, предпочитала открыть свой банк. Так было безопаснее. Никто не видел, куда и как идут деньги. Поэтому банков было очень много. Вот в одном из таких, в небольшом банке Салис, я и работал. Я работал, у меня был портфель. Время не у меня, у банка. 2 миллиона долларов по тем временам было у ГКО. Вот. В 97-м году, когда доходность упала до 18%, стали искать другой сектор. Ну, акции. Поэтому я плавно начал заниматься, формировать портфель, торговать акциями. Ну, там было, конечно, не 2 миллиона. Ну, это 97-й год. Ну, полмиллиона у меня было. То есть, как сейчас помню, самый высший оборот у меня был в акциях Мосэнерго. В один из дней у меня оборот был порядка 12% от всего торгового оборота на РТС-Б. В РТС. В РТС. Тогда торговали РТС. Мы торговали. Банк маленький, мы своего не имели. Мы торговали РНКБ. Сейчас уж не знаю, к кому он перешел. Был такой банк, более крупный, солидный, серьезный. Вот мы торговали через него. И вот тогда же я начал изучать технический анализ. То есть, тогда, я помню, была такая компания Торо Центр. Вот туда мы ездили. Изучали? Нет, покупали книги. Они, книги все были американские. Описание Метастока. Сама программа Метасток. Все это стоило достаточно серьезных денег. Там, скажем, та же книга Нисона стоила 50 долларов. По тем временам... Это очень дорого, 98-й год, это очень дорого, да. Вот, поэтому, как бы, для банка я покупал вот эти все книги, я их изучал, технический анализ. А самый первый раз технический анализ, я встретился его в 92-м году. У меня была такая однокнижица. Вот. Ну, что такое, как торговать, с чем торговать. Свечи, бары, открытие-закрытие, тела. Ну, про свечи первая книга была, это Нисон, конечно. Это... Ну, это из самых популярных на сегодняшний день. Ну... Я имею в виду известная, популярная, мы не берем там Мерфи и других технических... Ну, по свечам, значит, у Нисона есть три автора. Значит, если мы говорим про свечи, три автора. Это, значит, у нас Нисон первый, оставим его в сторонке. Моррис понаделал столько ошибок, что даже говорить не хочется. Вы или он? Он, он, Моррис. Моррис столько ошибок там сделал. Потом Балковский, вы его упоминали. Тони Балковский, да, мне очень нравится. Томас Балковский, да. Ну, у него тоже много недоставка. Ну, там вообще просто такое огромное количество графиков, лично я сам теряюсь в них. Нет, там не то, что графиков. Дело там чуть-чуть в другом. Дело в том, что у Томас Балковский, он... Если вы посмотрите оглавление его, там есть ссылки даже на турецкий сайт. Так? Но ни одного из ссылки на оригинальные источники в Японии. Он взял, значит, во-первых, первые. У него 28 первых свечей из одной модели, из одной свечи. Ну, одна свеча не является моделью. Да, иногда даже две. Даже две. Во-вторых, он взял все эти модели, которые нашел у Нисона, значит, 108 моделей. Он все это насчитал. Ну, на самом деле, моделей-то больше. Ну, естественно. В моей книге их 185. А у вас книжка тоже есть? Да, я написал книгу по японским свечам. Как она называется? Японские свечи, сборник моделей. И она в продаже есть? Да, у меня. Дорогие друзья, да, можете к Владимиру Павловичу Гусеву обратиться. Нормально, в личку ему написать. Если вы хотите приобрести книжку, для слушателей у нас скидочка будет? Вряд ли. Вряд ли. Сколько книжка стоит? Тысяча рублей. Это все есть на моем сайте. Не дешево, не дешево. Владимир Павлович. А так весь вопрос, что такого материала ни у кого нет. Пожалуйста, езжайте. В каком, сколько изданий? Ну, это первое издание. Ну, я имею в виду, сколько тираж? Да я напечатал 500 экземпляров. Дорогие друзья, да, если хотите посмотреть, может вы, как раз так, как сегодняшняя передача будет слушать огромное количество людей, может вы для затравочки 3-4 странички бы отсканировали и поставили, чтобы люди увидели? Это все, в том-то вся особенность. Это все для этого сделан выход на смарт-лаб. Туда и дается. Люди не понимают просто-напросто, что вот то, что написана модель 3 вороны, там полностью дана интерпретация вся. И на часовом графике, и на дневном графике. Проблема в том, что даже я смотрел, что очень многие, даже 3 черных вороны или 3 белых солдата, каждый интерпретирует по-своему. Хотя у модели есть четкое описание. Дело в том, что вот 3, значит, мы вот, у нас есть второй аналитик в промсервисбанке, фундаментально, Олег Шагн. Вот мы с ним разработали, значит, ну, в основном это его работа, значит, он выпускник МФТИ, поэтому ему это все ближе. И он, значит, написал вот этот индикатор на базе 3 белых солдат. Это индикатор начала тренда. 3 белых солдата и 3 черных вороны, значит, их важное достоинство описано в книге Туделла. Секретный код японских свечей. Вот он впервые, книга издана давным-давно, в 96-м году, вот он впервые четко обозначил те модели, которые являются предвестниками начала тренда. А как называется модель, когда вы имеете 3 бара, и каждый бар или каждая свеча между ними имеет маленький геп? Санку, 3 разрыва. Это окончание движения? Нет, оно может быть, это может быть и начало, и окончание. Ну, в книге эти модели все расписаны. У нас не дали как... Вот, простейший пример. У нас, значит, было после первого крупного разрыва от 21-го числа было 4 разрыва. Санку. Количество разрывов может быть и 4, и 5. Вопрос, что основные влияют. То же самое сегодня был завершающий. У нас, когда мы отскочили от 1461 пункта, у нас было 3 разрыва. Вот сегодня я ждал только третьего разрыва. Ну, люди знают, сегодня, да, у нас передача в записи, люди видели, поэтому я думаю, что сегодня вы ждете, чтобы был разрыв. Да, сегодня, с утра, основное было, это наличие третьего, то есть признак окончания движения. Третий разрыв, это признак. Может быть, потом еще и четвертый. Но самое главное, дело в том, что модели интерпретируют абсолютно неправильно. Модель это индикатор возможности смены тренда. Не обязательно мы развернемся вниз, мы сменим тренд, пойдем вбок, например. Это тоже смена тренда. То есть, в первую очередь, вы считаете, что в ключевых точках не обязательно точка разворота, это просто может быть выход обратно в боковик. Да, естественно, не обратно, а если у нас был повышательный тренд, мы пойдем вбок. Это тоже смена тренда. Ну, давайте, у нас хорошая тема пошла. Дорогие друзья, еще раз на правах рекламы книжка Владимира Павловича Гусева. Как вы видите, человек очень достойный внимания, человек очень знающий, знает, как правило, наверное, как большинство, больше, чем большинство из нас, а поэтому можете, у вас страница своя есть, да? У меня сайт свой. Свой сайт. Можете зайти к Владимиру Павловичу, порадовать его своим приходом, может, он вас разбанит, чтобы вряд ли, нет, не разбаните, да? То есть, вы забанили и все. У меня сайт, форум, все там есть, значит, сайт самый простой, японскиесвечи.ру. Да, можете зайти, посмотреть книжку, посмотреть... Да, оглавление, все там полностью выложено. Значит, данные, значит, комментарии необходимые, есть ли кому-то пример. Я давал достаточно примеров, значит, и на том же Smart Lab'е, достаточно примеров, чтобы показать, как работают японскиесвечи. Для чего вам нужна, например, своя страница и форумы и все остальное? Свой сайт у меня был всегда, даже когда я впервые начал писать, публиковать. Для чего? С тем, чтобы всегда можно было посмотреть, что было написано, когда и о чем. Прежде всего... Вы пишете на своем сайте какие-то рекомендации? Ну, писал сейчас нет, но дело в том, что я же пишу официально, но каждый день у меня каждый день выходит. У меня все... В промо-связьбанке каждый день приходит там ваш технический обзор. Да, конечно, и не один, и рекомендации. Вот сегодня, значит, все праздновали день... Вернее, день международный женский день, а я как папа Карла... Почему? Я тоже сегодня как папа Карла с утра? Дело в том, что в этот момент, в тот момент, когда у нас там заиграла, значит, аргентинская танго и пошла... Прежде всего, мне кровь из носа, я сидел, мне надо срочно было все эти рекомендации выбросить на нашим подписчикам. И они шли подряд у меня, значит, не успевал и одно написать, значит, потом это все на сайт надо, это все на... То есть каждый раз, когда появляется какая-то на рынке либо новая модель, либо новый паттерн какой-то, тот, где вы видите, либо разворот, либо еще что-то... Да, прежде всего, это разворот. Это то, что называется торговый сигнал. Вот, в тот момент, когда появляется торговый сигнал, значит, я выдаю рекомендацию продать, там-то, там-то, стоп, значит, профит... Ну, понятно. Да, все это... А вы сами свои сигналы торгуете? А когда мне их торговать? Я не успел выдать по Газпрому, сразу же надо было писать по ГМК. По всем шартовый сигнал. ГМК и потом Роснефть. Это же все надо оформить, это все надо выдать. Активненько написать, да? Естественно, повесить график. Это получается в рамках консультационного обслуживания? Консультационное обслуживание чуть-чуть другое, значит, это... Нет, я имею в виду, я и радиослушатели знаю, что такое консультационное обслуживание. Это у вас в рамках идет просто идет рассылка клиентам, или это клиенты, которые подписаны именно на такие сигналы? Клиент, и эта подписка идет, поступает. Но в то же время человек, который не подписан, не является клиентом, он все это может посмотреть на сайте. Но постфакту? Нет, я все равно, значит, разрыв не очень большой, в пределах, ну, там, 10-15 минут. Не страшно. Дорогие друзья, если вы заходите посмотреть рекомендации Владимира Павловича Гусева в реальном времени, пожалуйста, заходите на страничку «Промсвязь банки» или на вашу страничку, а у нас... Нет, ну, у меня только на «Промсвязь банки». У нас сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У нас в гостях Владимира Павловича Гусева. Я уверен, что сегодня он попробует разбить очень многие стереотипы, как раз по техническому анализу. Владимир Павлович, давайте вернемся в 98-й год. Мы закончили на нем. История у вас на самом деле очень интересная. Я думаю, что Тимофей Мартынов, как самого любимого человека на смарт-лабе, должен вас как минимум пригласить на встречу смарт-лабовцев. Вы бы пришли? Нет. Почему? Есть люди с некоторыми, я по нужде на гектаре не буду ходить. Я понимаю. Но все-таки, в принципе, вы все равно как бы находитесь на смарт-лабе и участвуете там, и пишете, и слушаете. Я не хочу встречаться с некоторыми персонажами. Ну, давайте сделаем так, чтобы они не приходили. К сожалению, это малореально. Почему? Потому что они выступают там с речью. Владимир Михайлович, извиняюсь, Владимир Павлович, но ситуация такая, понимаете, вы как бы человек уже не детского возраста. Так, вам за 50. Мне за 60. За 60? Да. Тем более. Ну, во-первых, а, первое, в силу вашего возраста некоторые люди просто хотя бы должны иметь элементарное уважение. Раз. Вот как я, вы мне можете 20 раз нравится или 20 раз не нравится. У нас не передача сегодня, знаете, про ромашки. Там нравится, не нравится, отрываем хотя и 8 марта сегодня. Но, с другой стороны, я понимаю, где это ваше недовольство, где, образно, знаете, какой-то там малолетний пацан 20-летнего возраста, человеку, который в три раза, и никто из них своему дедушке бы такое не сказал. Я с вами согласен на 200%. Я не баню вообще никого, у меня нету там, я люблю или не люблю. Я просто, просто образно не общаюсь с людьми. Может, это не тема, даже не разговор, но, может, вы попроще бы как-то относились? Ну, к сожалению, таким и родился. Ну, то есть, вы очень все персонально берете? Да, естественно. А если человек, например, напишет, скажет, Владимир Павлович, знаете, я как бы забираю свои слова назад, вот тут я... Это не играет никакой роль уже. То есть, один раз он сказал, все, птица не воробей, и вы сразу на него поставили крест? Я, почему я должен переживать? Нет, сколько людей у вас забаненных? А я не считаю. Пару сотен? Возможно. Как минимум. То есть, наверное, там даже первое начало разговора людям уже не нравится, и вы сразу ставите на нем крест? Там вопрос очень простой. Вот, например, сегодня в этом, значит, человек начал говорить про морду. Про что? Про морду. Нет, ну, это жлобство. Нет, этому человеку место на конюшне. Ну, это жлобство сразу, да, на самом деле. У лошади морда, у коровы морда. Согласен. Поэтому вопрос, значит, сразу же бан. Я понял. Давайте не будем об этом говорить, потому что мне, честно сказать, мало интересуют там какие-то персональные претензии других людей к вам. Там у меня есть вопросы. Мне больше вас интересует ваша профессиональная деятельность. Это гораздо интереснее. Больше можно научиться. Я сам, честно скажу, пойду на вашу страничку. Там мне, мы с вами не в доле, чтобы я вас рекламировал или не рекламировал. Но если вы, в принципе, берете на свои плечи, так сказать, такие слова, что там человек, который образно, а-ля, признан всеми там супер гуру технического анализа, да, и вы говорите, что у него есть ошибки, я думаю, что хоть минимум это, хотя бы смелость, она заслуживает уважения. Поэтому, если, дорогие друзья, еще раз вы хотите посмотреть, что пишет Владимир Павлович в своих обзорах, вы можете это в реальном времени отслеживать на странице промсвязь банк. Тогда не будет никаких претензий по поводу того, что и как человек делает и его профессиональный род деятельности. Проблема в том, что у нас наши любят наехать, сказать, а потом, поэтому я сказал, чтобы, если кто-то хочет посмотреть, какие рекомендации Владимир Павлович дает на своей странице, можете зайти на промсвязь банк и там с разрывом в 10 минут, 15, да, от реального времени можете посмотреть рекомендации этого аналитика технического, который, как вы видите, после 2-12 минуток показал, что он знает не просто много, а очень много. Давайте тогда перейдем к 98-му году. В 98-м году, значит, наступил у нас, собственно говоря, преддефолтная ситуация, и рынок начал разворачиваться. А как вы определили это? Или определили? Я определил, я совершенно четко. В феврале я продал весь свой портфель, значит, который у меня был. То есть это было сугубо по техническому анализу? А там разворачивался, мало того, я опоздал уже, собственно говоря, вершину я не понял. Первый январь был. Ну, там я затрудняюсь точно сейчас вспомнить, как было. Я помню ту ситуацию, что, значит, ну, грубо говоря, я продал РАУ и ЕС по 28 копеек, но откупаться я начал рано. После дефолта я откупился по 12 копеек. То есть вы посмотрели, тоже откупались по техническому уже анализу? Я уже затрудняюсь ответить. На самом деле, я помню... Я понимаю, 15 лет назад было. Да. А УЕС упал до 2,5 копеек. А то есть цифра, с которой вы покупали, было еще 90% впадения? Да, да. В том-то вся вот эта большая ошибка. Как вы пересидели и пережили. Мой недостаток. Спешка при входе в позицию. То есть, в принципе, разворот тренда вы легко определяете при выходе, но вход у вас... Ну, это было тогда. Сейчас я определяю гораздо лучше. Да. Гораздо лучше. А тогда, да, значит... Как вы пережили это? Ну, в принципе, 90%... Тогда плеч не было. Тогда легче было. Но все равно 90% падения по активу. Ну, и это не играет роли. Когда вы имеете одно плечо, то есть саму акцию, знаете, что она вырастет, это не принципиально. Да, конечно, а это и была вся проблема. Это и домашние проблемы. Когда, значит, там, то, что у вас было, какие-то деньги, они превращаются в 10%. Это, конечно... Тогда другой вопрос. Вы свои же деньги вкладываете в свои же идеи? Пускай это не ежедневные, но какие-то общие? Есть вопрос. Значит, тренер не бегает по полю, не бьет по мячу и не забивает голы. Дело футболиста забивать голы. Но тренер тренирует, подсказывает, где, как, что не так. Это все равно не ответ на вопрос. А потому что... Нет, я понимаю, о чем вы сказали, но меня интересует больше вопрос конкретно. Я свои, собственно, деньги инвестирую? Я не инвестирую. У меня работа аналитиком. Моя поза мне мешает. Это уже было выяснено в 97-м году. Наличие... Потому что, например, Саша Потавин, я уверен, что вы знаете его, я его не просто знаю, люблю и очень уважаю. Он как раз один из тех немногих аналитиков, которые дают рекомендации, но сам сидит в позициях и сам торгует. Есть разный тип людей. А одному это не мешает. Когда я сидел, значит, переживал вот в РАУ-ЕС, причем этот срок был достаточно серьезный, несколько лет, прежде чем бумага вышла в ноль, вот, когда деньги... Это как раз та бумага была, в которой были ваши деньги. Я переложился потом в Газпром. Нет, но вы свои собственные деньги тогда держали в этих бумагах. Да, я не выходил из бумаг, я пытался что-то там, потом, поскольку уже денег не было, зарабатывать не на чем было, я пошел работать, а все деньги, которые у меня были, я просто перешел в Газпром. То есть получилось так, что вы как аналитик, у вас есть бумага, вы думаете по ней одну, и вам приходится сидеть, вы даете рекомендацию, вы просто решили, что либо заниматься аналитикой конкретно, то есть давать аналитические прогнозы, работать на кого-то, либо торговать в собственный портфель. А там вопросов не было, значит, заработать, грубо говоря, с 10 тысяч долларов, заработать ежемесячно, там, 500-600 долларов, это нереально. Это было понятно, и это азбука, как бы, всех книг западных, когда говорят, что попробуйте заработать, вернее, прокормить семью с трех, значит, соток земли, все скажут, это нереально. Вы хотите, имея счет, 2000 долларов зарабатывать с тем, чтобы на себе на жизнь, это нереально, точно так же, как прокормиться с двумя сотками земли. То есть получилось, что вы принципиально, в каком году вы перестали торговать свои собственные портфели? Значит, все это завершилось в 2000 году, в 98 году я уже работал уже аналитиком в другом банке, был банк Роснобанк, я там был уже техническим аналитиком. А я перешел там где-то весной, в марте 98 года, и до августа мы еще чего-то там барахтались, чего-то оперировали. То есть в конце 2000 года вы перестали торговать свои собственные деньги? Да, примерно так. Я просто-напросто пошел работать. Техническим аналитиком вы, получается, в принципе, сами научились всему, то есть сугубо это книги и какие-то там просмотры, куча графиков и выяснения каких-то моделей. Вообще всего, когда я сидел без работы, у меня был перерыв, слава богу, в Кроснобанк там достаточно внимательно отнеслись к нам, значит, был отпуск без содержания, то есть запись трудовой есть, отпуск без содержания, и, значит, я полтора года, вот полтора года я сидел практически... Каждый день корпили? Корпил, да, то есть я все изучал, все эти индикаторы, всякие разнообразные, работает, не работает, в какой комбинации работает, какой, и какой-то, так сказать, определенный подход, просто-напросто. Вот, потом я пошел работать, я работал вебмастером в туристических компаниях, у меня супруга работала в туризме и до сих пор работает, и она меня пристроила, значит, вот... Ужасное слово, конечно. Конечно, да, ну, пристроила, просто-напросто. А пару советов как раз молодежи, например, на что обращать внимание в самом начале, что работает, в какой связке? Ну, это слишком, это слишком все индивидуально. Я понимаю, у нас камера есть, и что вы можете нарисовать или показать на пальцах? На пальцах самый простой, это вот старый классический вариант МАКТ-ЛСИАЙ. То есть вы все равно по сегодняшний день их используете? Весь вопрос в том, что, значит, чем больше интервал времени, тем они надежнее работают. То есть, в принципе, старый принцип, когда цена уходит, пересекает скользящую сверху вниз, все, когда скользящая стренда, скользящая находится над ценой, все, это смена тренда. И не надо думать, что вот этот тренд, это временное, это, все эти приемы, они давным-давно отработаны. То есть, по-простому, если мы находимся ниже какой-то линии, то в основном нужно в первую очередь открывать, например, шарты. Если мы находимся выше какой-то линии, то получается образно на рынке позитивное какое-то состояние, и желательно открывать лунги. Естественно, самый простой. То есть, если посмотреть, этот просто скользящий средний как индикатор совершенно четко отработал в ноябре того года, совершенно четко мы пошли в повышательный тренд. В конце января совершенно четко скользящая средняя оказалась вверху, и мы пошли в понижательный тренд. Весь вопрос, так сказать, ну, как бы не противится тому, что, а вот это временное явление, не бывает ничего временного. Вот у нас есть несколько вопросов, но я думаю, мы, в принципе, просто наши непринужденные беседы ответили на вопросы. На каких инструментах вы работаете, какие стратегии портфеля, то есть, получается, вы портфель не ведете, вы просто даете аналитику? Есть такое понятие, модельный портфель, значит, он подсчитывается. В чем особенность, вот почему все мои рекомендации можно найти? Они всегда висят на всех сайтах, и все комментарии, которые выпущены с 2003 года, все они доступны. В любой момент можно взять и посмотреть, вот что я писал в тот момент, и результат посмотреть, что было потом на рынке. Поэтому сейчас вопрос заключается, вот я даю рекомендацию, я даю их рекомендации уже, я работаю с мая, вот, я даю рекомендацию купить, продать. Цена, стоп. Цена, стоп, пожалуйста. Причина, просто. Весь вопрос только в правилах, как будете интерпретировать, скажем, когда цена, стоп, надо переставлять. А почему вы, я просто, как бы, это образно для, это чисто вопросы, а почему, например, вы не взяли бы и не формировали сигналы и не продавали бы их? А работаете в компании, или вы просто вот корпоративный человек, офисный планктон? Ну, офисный планктон, да, это бог, бог с ним, как вы не называете. Вопрос, моя, моя, как бы, работа, она именно цена для большого количества людей. Вот, к сожалению, в нашей, значит, стране, значит, когда по теле, на РБК задают вопрос, вот у меня есть там 100 тысяч долларов, где мне купить квартиру? Вот у нас здесь, вот. Или в Испании. Или в Испании. Простите, ну, как человек, имеющий 100 тысяч долларов, задает вопрос по телефону, бесплатно? Ну, заплатить 200 долларов человеку, который... Сделает анализ для тебя. Да, он тебе все подробно расписит. Вот это я согласен, непрофессионализм. Дорогие друзья, у нас очень интересная беседа с очень интересным гостем. У нас Владимир Павлович Гусев, технический аналитик промсвязь банка. И в четвертой, пятнадцатой минутке мы ответим на ваши вопросы, а сейчас у нас перерыв на новости. Да, еще раз добрый день, дорогие друзья. Владимир Павлович Гусев у нас. И еще раз вам, Владимир Павлович. Добрый день. Огромное спасибо, на самом деле, что вы, несмотря на огромное количество троллей, к нам пришли, зная, что передача будет троллить. Ну, на самом деле, знаете, как Мадонна сказала, если мне плюют спину, значит, я впереди. Или Конфуция сказала очень правильное выражение, что мне все равно, что вы обо мне думаете, потому что я о вас не думаю вообще. А если вы думаете, значит, у вас все-таки, как минимум, есть голова. Поэтому огромное вам спасибо, что вы пришли и отвечаете на наши вопросы по поводу золота. Я просто хотел бы, чтобы мы дали нашим радиослушателям, если вы будете так любезны, дать пару рекомендаций. Например, золото, серебро, S&P, RTS, куда мы приблизительно смотрим. Вот одна из причин, почему смарт-лаб. Дело в том, что на самом деле смарт-лаб по популярности где-то осенью стал входить в десятку по популярности, по различным ресурсам. И вопрос, значит, была подготовлена такая служебная записка для руководства с тем, чтобы выйти и начать писать. Да, публично там быть. Но дело-то в том, что этот вопрос рассматривался, но основным поставщиком информации всегда выступает техническая аналитика. Фундаментальные аналитики, они пишут там раз в неделю. Совсем другие, да. Да. По золоту он написал вниз, и все. Без детализации. Вот я ожидаю там 1500, хотя 1800. И все, и ждет, не волнуется. А техническая аналитика со всеми этими промежуточными остановками. Поэтому у меня вопрос вставал тем, чтобы понять, что за аудитория, в каком ключе писать, что интересно, что неинтересно и так далее. То есть это было образно, это все писалось для привлечения клиентов? Нет. Это, значит, чисто практическое значение понять, что за аудитория, на какой она интерес, что можно сделать здесь. И какой вывод вы сделали? Потихоньку умирает, как обычно. То есть адекватов мало? Дело не в том, что адекватно. У нас на рынке вообще сейчас идет стагнация и уменьшение интереса к фондовому рынку в целом. Потому что последние два года всех, кто норовил купить, 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 они наелись, все. И теперь они, значит, потихоньку уже, как говорится, пусть будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Поэтому вопрос упирается, любой ресурс имеет всегда, есть срок жизни. В частности, почему свечи? Там совершенно другой смысл. Значит, свеча – это смысл срока жизни, просто-напросто. Дневная свеча, одно недельное. Нет-нет-нет, свеча – это смысл, что она горит, 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 потом и затухает. Так же и фондовый рынок. Он поднимается, вот, а потом точно так же опускается. У нас был... Ну, я бы не сказал канал. Это вот как пламя свечи поднялось и опустилось. Вот смысл заложенной свечи. Потому что это просто-напросто интерпретация японских понятий. А сам Хонма написал именно в том ключе, что это пламя свечи, которое, значит, сперва разгорается, ярче-ярче-ярче, а потом издает последние... Энергия. Да, и все погасает. Если посмотреть, как у нас развивался... Ну, там примерно, значит, вот на обложке моей книги, это китайский рынок. Там просто-напросто с 2000 пунктов поднялись. Огромная свеча. До 6000, а потом вернулись на 2000. Индекс РТС начали в 95-м году с отметки 100 пунктов, а ушли в 98-м году, в начале 99-го года на 67 пунктов. Там точно такая же свеча просто-напросто. А на каких горизонтах вам больше всего комфортнее работать? Без разницы. Ну, вот вы, например, техника... Я, например, в принципе, стараюсь не смотреть на 3-4 месяца вперед. А, если работать, если... Дело в том, что интродейная торговля там проще, потому что дело в том, что интродейная торговля, значит, есть один фактор. Воздействие новостей. Вот, рынок сейчас стал мировым, глобальным, поэтому выйдут payrolls, все, начинается такая... Рынка нету. Рынка нету, все. А вот, например, если до 12-14 часов рынок относительно спокойный, и здесь совершенно четкое движение... Работает технический анализ. Да, очень хорошо работает. Вот. Поэтому здесь интродейная торговля просто-напросто, она понятнее. Но ключевые точки вы же определяете все равно на более длинных таймфреймах. Ну, естественно. У нас же разные игроки, есть локальные, глобальные. Те, которые внутри дня, это... Они одну цель преследуют, глобальные игроки другую. Ну, если российский рынок в 2011 году развернулся, так все, с тех пор идет понижательный тренд. Все вот эти подскоки, движения вверх, это все уже не играет роли. Вот смотрите, такой вопрос. Вы образно очень хорошо знаете технический анализ, вы очень хорошо знаете разворотные точки, что дальше там правая сторона графика может показать после того, как вы сделали. У вас никогда не было мысли просто элементарно, тем более вы как бы человек, вас много людей очень знает. Вы отработали до этого в ВТБ очень много лет. Да. По-моему, сколько лет? Шесть, по-моему, да? Да. Шесть лет в ВТБ отработали. И вас огромное количество людей знает, при том я знаю вас еще с 2006 года, когда только приехал. И я знаю людей, которые знают вас, и к вам всегда очень хорошо относились, в плане слушались ваших советов. И здесь такая ситуация. Вы никогда не думали или задумывались, например, чтобы просто поработать в команде каких-то людей, которые бы создали роботов на основании того, что ваших просто знаний. Есть же паттерны, которые, например, абсолютно не то, что четко указывают, но в пропорции плюс-минус больше 50-60% показывают, например, разворотные точки. Здесь вопрос не формализуется, это все. Вопрос заключается в другом. Значит, есть движение и есть помеха. Или сигнал и помеха. Если вот мы говорим «Финам-ФМ». Почему «ФМ»? А потому что амплитудные модуляции, вы слушали, когда мы раньше амплитудные модуляции? Нет. Вот. И большинство не знает. Треск идет. Любой трамвай проезжающий дает помеху, который вы слушаете, значит, оперу по амплитудному радио, и у вас идет треск. Но человеческие ухо этот треск отсеивает просто-напросто. Гроза прошла. Поэтому перешли на фазовую модуляцию «ФМ». Большинство сейчас… А, то есть «ФМ» – это фазовая модуляция переводится? Да, это фазовая модуляция. Почему? А «ЭМ»? Амплитудной модуляцией. Просто-напросто это изменение мощности передачи вследствие этого вы слушаете сигнал. Но он идет с помехой всегда. Избавиться в амплитудной модуляции от помехи никак нельзя. А вот фазовая модуляция имеет большую устойчивость и сигнал четче. Вот и все. Владимир Павлович, пару вопросов я задам. Может, они вам не понравятся. Но у нас всегда честная передача. Я не буду там персонально какие-то вопросы задавать. Ну, вот, например, многие люди говорят, вот, например, я на Гусева не наезжал, зато он постоянно меняет ники, он же «Кендалл», он же «Суматорки». Именно любую критику тут же отвечают в стиле «У вас руки не с того места, идите все». Ну, это люди, значит, я уже привык, это вопрос... Меняли ли вы ники по-простому? Или у вас постоянно один и тот же ник? У меня много ников было. Я захожу и здесь, и инкогнито, потому что, собственно говоря, светиться по ряду причин я, например, не мог. Я понимаю, работа и все остальное. Да, значит, и... Я так и понял, что прийти сюда, вы у начальства брали служебную записку. Ну, служебную не брал. Я введу бумажечку, да, разрешение, или можно прийти? Нет, 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 ну, не настолько... А, не так все плохо. Не так. Но разрешение я спросил на участие просто-напросто. Есть пресс-служба. Если вы работаете в серьезной компании, естественно, вы должны учитывать интересы своей компании. Поэтому я переговорил с пресс-службой и получил разрешение от начальника департамента. Это, ну, не выходит за рамки что-то. Дорогие друзья, у нас интересный гость очень, Владимир Павлович Гусев. Я думаю, что если бы мы его все поддержали, не знаю, там, кто кого обижает, это у нас точно сегодня не передача расследования, там, на Первом канале или, там, на канале СТС. А у нас сегодня передача как раз получилась очень интересная. Видите, уже практически прошел час с нашей передачи. И гость рассказал очень интересные вещи. Я думаю, что дополнительные вещи, которые вам интересны, вы можете получить на Владимира Павловича страничке, как вы уже написали, японские свечи, да? Да, japancandles.ru. Я думаю, что если бы мы поддерживали такого человека, мы получали бы очень хорошие обзоры, и не было бы никаких этих разборок и всего остального. И вторая элементарная вещь, все-таки человеку за 60, не имеет значения, плюс 2 или плюс 3 года, поэтому 20-летним мальчиком просто обращаться даже к такому человеку, там, тыкать. Ну, это не очень красиво. Я здесь не выступаю как орифери, я ни за кого не заступаюсь. Но есть элементарные просто меры уважения. Видите, здесь люди, многие пишут про манеру. Манера нахамит, потом удаляет коммент, в топике его как бы нет, а на почту уже пришло. Дорогие друзья, мой совет один, либо читайте, либо не читайте, если у вас есть свое мнение, либо его выражайте, либо не хамите. Если вам не нравятся комменты или еще что-то, ну, тогда пишите. Видите, у вас даже кто-то здесь поцеловать собирался с 8 марта. Мы ответили на большинство вопросов. Вопрос один. Почему вы такое огромное количество людей занесли в черный список? Мы здесь очень часто ругаемся, миримся, но стараемся не заносить всех подряд в черный список. А у каждого ведь разные взгляды, темпераменты. Вопрос очень простой на самом деле. Как только человек проявляет неуважение в фразе, в обращении, значит, я, значит, мы же не приглашаем к себе домой всех подряд и не разговариваем с первым встречным на улице. Встречаем знакомого. Здрасте, здрасте. Вот. А если в метро едем, ну, мы же не здоровы. Так и здесь. Если человек не проявляет уважения, значит, он мне неинтересен. Вот осталось 45 секунд, несколько вопросов. Что рекомендуете реально почитать по техническому анализу? Прежде всего, Мерфи. Это классика. А потом уже начинаете, будете анализировать, что в данный момент работает, а что нет. То есть вы считаете, что технический анализ, как раз я с вами тут соглашусь, он на разных фазах рынка работает абсолютно по-разному? Ну, влияние выхода новостей, событий, которые сейчас интернациональны, очень влияние. Сейчас это и есть основная проблема ТА и тихущий рынок. Да, тут даже видели, какие комменты очень нездоровые были. Слушай, я приду и буду на вас набрасываться и бить. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость был Владимир Павлович. Вам огромный, на самом деле, респект. Владимир Павлович Гусев у нас был в гостях. Дорогие друзья, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд. И вам еще раз спасибо, что вы пришли. И, ребят, всего доброго. Давайте будем еще раз жить дружно. До свидания.